Мне в конце концов хотелось бы, чтобы я спокойно отдохнул, чтобы я спокойно покушал качественный шашлык, чтобы я спокойно послушал музыку. Таких мест в городе я сейчас не знаю. Да и видел я такие места в последний раз в городе, и это дело-то было как раз 8 лет назад, да-да-да, как раз тогда мой сын появился только что. А после этого таких заведений уже не стало. Но оно стало. И где это место располагается? Это перекресток улицы Советская и вокзальная. Вот здесь кафе, бар, ностальгия. Придите и почувствуйте удовольствие. Да-да-да-да. От вкушения еды качественной и от качественной музыки. Да нету таких мест в городе. Во-первых, почему? Тут вопрос к хозяину. Я, конечно, понимаю, что выгода хороша, но когда люди идут и получают удовольствие, это интереснее. Я лично это удовольствие видел. Потому что ностальгии готовят одно из лучших удовольствий, которыми могут питаться и бабушки, и дедушки. Да-да-да, и бабушки, и дедушки. Не сильно крутые в финансовом смысле взрослые. Да потому что в ценниках этих не только мясо, но и очень хороший гарнир. То есть такие вещи есть, по-моему, только в ностальгии. Вот так здесь готовят мясо, не на руб. Хотя я готовлю, но здесь больше идеал. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Как я люблю, как я люблю кафе ностальгия. Кафе ностальгия. Недавно открылась. Располагается рядышком с зеленым рынком. Прямо рядышком. Вы представляете, насколько это красиво. То есть у нас все люди ездят на зеленый рынок. Почему? Потому что здесь, естественно, дешевые цены. Естественно, дешевые цены, и в кафе ностальгия. К слову о том, что это даже не кафе, это, скорее всего, ресторан, потому что, я сейчас объясню, то есть вы сюда приходите, получаете максимальное удовольствие. Знаете, почему? Потому что здесь очень хорошая музыка. К слову о том, что есть один человек, ну, вы его знаете наверняка, кто вам эту музыку демонстрирует. И первоначально мы о чем должны сказать? Все-таки вернемся на круги своя, да, помните историю вопроса, да, Советский Союз. Вот, там то же самое, там тоже Советский Союз, и то же самое здесь. И вспомним еще историю из нашего Советского Союза, когда мы хорошо отдыхали, когда у нас был шашлык. Так вот, первоначально мы вам этот шашлык продемонстрируем. Как его здесь готовят, вы можете посмотреть. Насколько он дорог? Ну, во-первых, давайте все-таки определимся. Есть в городе одна шашлычная, которая идет, работает постоянно. А мы сделаем еще чуть-чуть подешевле этот шашлычок, да? Чуть-чуть. Ну, не сильно намного, но все равно. То есть вы туда приходите, и вот этого удовольствия, вот сейчас покажу вам, если вы поймете. Сейчас. Вот этого удовольствия, там нет, да, такого не существует. Нет, там не существует. Ну, вот. Там немножко все по-другому, и там немного другая музыка. Здесь все вообще красиво. Да, к слову о том, что, естественно, кого мы здесь ждем. Да всех. Для всех, у кого вспоминает молодость нашу, Советского Союза. Представляете? Чем мне нравится Магнитогорск? Это город мультинациональных культур, да? Вот. И я не буду говорить о чем-то другом. Я вам скажу о следующем. Мне этот город очень нравится. Я бы хотел, чтобы все, кто присутствовали, зашли бы сюда, в ресторан, ностальгия. Во-первых, музыка еще из того времени. Причем качественная. Есть такое, да. Во-вторых, ощущение. То же самое. В-третьих, это абсолютно недорогая цена для всех вас, господа мои. Ну и, конечно, кого здесь ждут. Естественно, у вас всех. Но давайте все-таки объясним. Это не заражает у тех, у кого денег очень много. Хотя, по сути событий, я вам честно скажу. Во многих ресторанах я был... Как во многих я бывал в ресторанах. Но такого удовольствия, которое я хочу делать, попробовать здесь, вы наверняка не увидите. Да-да-да-да-да. То есть, я очень люблю делать шашлык. И очень-очень люблю делать шашлык. Меня его научил делать в свое время Валерий Юрьевич Гемельвер. К сожалению, его уже нету, но да ладно. Я, как специалист, я вам хочу проверить, насколько здесь хороший шашлык. А вы знаете, здесь шашлык очень хороший. К слову, о блюде немаленьком. Это есть. То есть, за ту самую сумму, которую в другом месте вы сделаете, удовольствие сегодня будет. Ну, естественно, здесь всегда ждут наших любимых и красивых, лучших женщин города Мандергорхан и окрестностей, естественно. Для них максимальное удовольствие и подарки. То бишь, сейчас пришли товарищи, они также получат удовольствие. По одной простой причине. Кафе ностальгии работает для вас. Это очень грамотный вариант. А дойти сюда абсолютно несложно. Советская упирается в вокзальную. Вот никуда дальше ехать не надо. Прямо в советскую упирается в вокзальную. И вот вы выходите из маршрутки, из машины, из трамвая, из автобуса. Прямо рядышком. И прямо на него упираетесь. И выехать отсюда можно всегда. Потому что это очень удачное место. Очень удачное и хорошее. Я бы вам сказал, прийдите сюда и посмотрите. А вдруг вам понравится? А если понравится, то добро пожаловать. Кафе ностальгия открыта именно для вас. И к слову о том, как здесь отдыхается. Так же, как в Советском Союзе. Качественная музыка не глушит, а давит низами. Вы такое не слышали, но можно это сделать. Вы спокойно разговариваете в танце, не глуша голосом. Не каждый это сделать может. А здесь есть один крендел. Он это делает. То есть лучший вариант из моего любимого совка. И это ресторан или кафе ностальгия. Так что же за моей спиной находится? За моей спиной находится ваше любимое место. Отсюда люди уже уходили неоднократно. Им все реально нравилось. Потому что, во-первых, ценники абсолютно недорогие. То есть они вообще для всех. То есть если у вас 500 рублей вместе с супругой, можно сюда прийти, вкусить спокойненько шашлыки из курицы. Представляете? 400-500 рублей. Никаких проблем нет. Если есть больше, почему нет? То есть в принципе удовольствие это как раз для вас. Для всех тех, кто живет здесь. К слову о том, что здесь живут очень большое количество качественных людей. Потому что здесь рядышком на что располагается зеленый рынок. Вот прям. То есть вот вокзальная пересекается с советской и вот справа. Вот справа это весь зеленый рынок. То есть сюда люди приходят по одной простой причине. Потому что здесь очень хорошие грамотные цены. К слову о том, что очень хорошие грамотные цены прямо здесь. Вот здесь. Кафе Ностальгия. Кафе Ностальгия. Продолжение следует...